Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Бласфемус, и сегодня это уже определенно последнее видео, потому что осталось мало. Осталось как минимум босс вот здесь, и после этого, наверное, где-то там финальный босс и, может быть, кусочек локации, но по сути осталась одна локация, пара боссов, и, в общем-то, всё. Ну, поехали. Окей, Левцам приезжает. Это странно. Я не бил штуку, Левц приехал. Ну ладно. Поехали смотреть, разбираться. Учиться убивать босса, потому что в прошлый раз это было не очень просто вроде бы. Но посмотрим. Поехали. 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 Она очень спокойно. Учиняем. Поехали. 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 это же парируется если успевать нажимать можно она даст мне себя ударить чтобы парировать и выживать я могу или мне нужно увернуться для этого от ее атаки меня она выезжает за экран возможно я чё-то не понимаю так ок и контактный урон зачем и он от меня чарджится ясно этого на 5 серединку нанить я думал она мне нанесет урон когда он до меня доедет никогда на середине экрана но что то что произошло сражаюсь уже хватит чарджится ок если бы хилки хилили больше чем она дамажит или юзались быстрее аж так это слегка бессмысленно аж я не успеваю хилиться между ее атаками ок ок можно она станет встанет в стойку парирования хотя перестанет от из памяти что она вообще может эту атаку сделать больше чем два раза подряд это абсолютнейший идиотизм видимо тут нужно просто не получать урон или взять бусину которая позволяет игнори дома когда я челюсть наверно поможет если бы я помню где она была или это было не бусина меня если не бусина то что не релик точно но вместо чего вместо 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 получения этих получение хилок за убийство или за что она там ок ну или опять же забить и убивать ее без хила просто в этой игре есть ачивка на убийство всех боссов без хилы и мне она кажется достаточно адекватно получаемый в отличие от подобных челленджи во всяких дарках просто потому что хил в этой игре довольно бесполезен на боссах потому что как бы хилки хилит копейку как вы others делали как и а что вы при ровсе на не забывай чем здесь она при чарджи меня дамажит до до того как она визуально доезжает это немножко странно а она прыгнув надо и опять этот спам почему и снова и и один раз парировал не сделал контратаку потому что она слишком далеко отъезжает этим парированием и снова спам телепортов во время которого я никак и не могу дамажить я буду хилиться ну серьезно как вообще можно сделать настолько идиотского босса а я не могу парировать крышки ОК. Арана. Арана. ОК. Эх. Ой, у меня тут должно быть меньше. Ладно. Ну да. Босс совершенно идиотский, потому что когда она не спамит телепорт, я просто два удара парирования, два удара парирования. И она у меня абсолютно ничего не может сделать. Когда она спамит телепорт, то я 15 минут стою и парирую в разные стороны и не могу атаковать в ответ. Увлекательный геймплей. Но как-то не очень. Ну ладно. Финальная локация. Увлекательный геймплей. Вместе. Вонюх. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будет ли у него как и у его охранницы каждый раз этот диалог Это хуже Сильно хуже Субтитры сделал DimaTorzok Также стоять в нем, когда он кастует вперед, это тоже немножко читерства, но мы не узнаем, будет ли у него диалог Потому что он легкий ДимаTorzok Это немножко интереснее Платформы Ясно, молнии Тоже ясно Платформа временная Не хорошо А, лазер Это тоже не хорошо Что-то я не могу убить Помогу А, там еще лазеры Я не обратил внимания, как Как эти лазеры появляются Видимо так Честно Я бы хотел не ловить во-первых все эти фаерболы Крип Во-вторых, возможность бить его по лицу А, хм Интересно И довольно неприятно А, что у меня было, кстати, у меня было что-то от огня, от молнии Короче, экипить все бусы от всего А, у меня вроде бы было Позволяет при ударе уничтожать некоторые нематериальные летящие объекты Снижать сопротивление этих водяльцев воздействию стихий У меня было такое Но мне почему-то кажется, это не очень хороший план Ну и опять же Защищать этот урон при контакте не нужно Увеличивать силу молитв не очень нужно Увеличивает количество рвения Получаемого при совершении атак не очень нужно Значительно усиливать защиту, это хорошо Защита при хиле, это хорошо Слез скупления, это пофиг Мне нужно Некоторая защита от пламени В общем, у меня было что-то Назначительная защита от пламени, вроде бы Сильная защита от магии Защита от электричества Укрепляет тело и увеличивает защиту обладателя Пусть так Были у меня что-то более сильное от молнии От уроны ядом Отлично, отлично защищает от огня Они от молнии от огня Во Дефенс Дефенс это важно Ну, босс интересный Непонятный, но интересный Надо ли будет первую фазу снова проходить? Видимо, да Окей Налоги босса, конечно, прикольные Но Но не знаю Можно сбивать эти фэрбо? Нет Можно было отбивать зеленые Ок Нельзя скипать вот это вот К сожалению, нормально Только по одному В одной фразе Заставку вообще не скипать И мой друг здесь Интересно Не надо лазеры Нет, я не могу туда забраться Что у меня за каст А у Яшкина весь экран Она, конечно, дамажит его Ну, не знаю Не уверен, что это особенно эффективно Почему мне это зацепило? Я был в прыжке Проблема в том, что нужно забираться на платформы Чтобы до него дотянуться И не всегда есть платформы Такой статья Чтобы на них можно было запрыгнуть Судивительно Окей, это отражается Меч За что ты так высоко Вот типа сейчас Что я ему сделаю Или сейчас Возможно, мне нужен спел на неуязвимость Временную Чтобы у меня была возможность Дамажить босс И подходить к боссу Потому что сейчас большую часть времени Когда его можно дамажить Я не могу к нему добраться Через все его лазеры И прочие вещи Ладно Так Такое Это поможет при условии Что оно дает Именно что Иммун Всяк рождественных атак То есть то, что они меня Отбрасывать не могут Если они меня все равно Отбрасывают Это не очень хорошо А, это не то, что я хотел сделать Но надо Ну и хилиться там Абсолютно бессмысленно Потому что даже С бусиной на хил С неуязвимостью Всякие лазеры Меня все равно убивают Да-да-да-да Чувак У тебя миллион диалогов Почему я не мог Задамажить И почему он меня мог Задамажить После того, как он исчезает А, я не хочу тут быть Ладно Легко и быстро Ну хотя Если бы первая фаза Была сложна и долго То Все было бы хуже Но с другой стороны Как-то слишком легко И быстро Блин, этот меч еще Который нужно бить Чтобы сделать босс уязвимым Он слишком не хочет Давать возможность Себя бить Ок Ну ладно И я не могу Забраться Я могу забавиться Почему это Обратно в него Не прийдало Почему это В него не достало Блин Этот босс Был бы Значительно Просто Раз в десять Лучше Если бы у него Всегда Были платформы По которым Можно до него Добраться То есть И исчезают одни Появляются другие Сейчас у него Иногда вообще Нет платформы По которым Можно до него Допрыгнуть И что мне делать Стоять ждать А я вообще-то Пытаюсь вот так Вот сделать Ну Хотя бы в итоге он Довольно легкий Или у него Еще одна фаза Видимо нет Стоять ждать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 одна надеюсь всего лишь одна потому что искать еще одну по всей карте мне как совсем не хочется мне еще раз пинать босса как-то тоже совсем не хочется но придется а не хочу падать я бы предпочел остаться на этом этаже ок арена здесь на два этажа выше допустим вместо этого сейчас я на ней ритмусе мне придется снова сюда бежать но наверное если она так рано в игре она должна быть легкой видимо да чувак хватит вращаться почему спавнилка была выше земли похоже на финальную волну нет это не особо похоже на финальную волну это тоже вполне похоже на финал это он и есть учитывая ачивку наверное это была последняя арена раковина с обратной спиралью кастодия греха интересно большой подарок диагрессис он проткнул изображение скрученного на эфесе твоего меча ну да это все то же самое я получил вот это морская раковина с невозможными изгибами найденные на песке благодаря своей форме она ловит эхо тягостной песни которая раздается тем громче чем больше страдает обладатель раковины она дает некоторую защиту от стихийного урона эта раковина имела для нее огромную ценность она рассказывала что раковина закручивается в обратном направлении а потому если поднести ее к уху можно услышать как волны движутся от берега ее родители разглядев этом признаки безумия а также от страха перед черной магией которая предположительно таилась в раковине отобрали ее и выбросили со скалы несмотря на все попытки девочек так неспокойно те ту раковина рип но ладно видимо все арены есть так что видимо я перезайду в игру чтобы оказаться там где мне нужно оказаться 98 и 25 предметы наверное тоже учитываются что-то не покупал но пофиг на самом деле я не взял апгрейд меча последний или взял 4 каста есть остальное не важно а в 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 Ты знаешь, что чудеса, что я в руках, но ничего, apart from your callous snow. Я... Теперь, may your sword be full of guilt, then I... Поехали сражаться, чувак. Можно не дамажить меня? Хрен ли он в центре появился? Ок. Серьезно? До этого он в центре не появлялся, вроде бы. Также я все-таки не особо понял, его щит. Мне нужно его сбивать или он просто... Временный. И после этого сам спадает. И мне нужно просто ждать. Но не так уж и важно. Хотя в прошлый раз намного лучше получилось его убить. На пофиг. Ну, я кстану все-таки. Ну и опять же, с крайних платформ я не могу запрыгнуть. Теперь тут нет платформы внизу. Окей. Я не могу допрыгнуть. И он не возьмем. А мяч? Мяч за картой. Естественно. Мяч. Вау. Он так умеет. У него новые атаки появились от того, что у меня другая концовка или у него просто... Время от времени другие атаки есть. Которые он просто не использовал в первом... В первом ране. Поехали. Мяч. Не улетай, хрен знает куда. Такое животное. Какой ноябин. Твоя изуми открыта. Не выросли. Да, я пошел. Уехали. Отлично. Ты не можешь иди. мне пофиг ок неуязвимость невозможность допрыгнуть до босса невозможность допрыгнуть до босса невозможность нормальный допрыгнуть до босса всего лишь все время своей неуязвимости я не мог допрыгнуть до босса Примерно 90% того времени, когда его можно дамажить. Ну ладно. Опять же он все равно легкий. Примерно 90% того времени, когда он не может уничтожить его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Девеллдизайн местами однообразный В плане того, что внутри одной локации ДимаTorzok 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 все вообще шикарно музыка поначалу в демке мне не понравилась музыка что она как-то не особо подходит игре но в итоге в итоге она вполне вполне хорошая и достаточно подходит игре так что дам музыка тоже нормально хорошая она местами опять же не совсем подходит локациям но местами по большей части вполне подходит и вполне приятно а боссы средненькие ничего такого хорошего прям не вспоминается из боссов чувак в тюрьме который который гайлили что-то типа того наверное лучший босс но это он легкий и и тоже не то что прям особо крутой ну и опять же ничего особо плохого в боссах нет боссы как боссы лучше чем игры где три босса на всю игру хуже чем hollow knight но примерно что угодно хуже чем hollow knight по боссам но да но в целом в целом отличная игра с небольшим количеством не особо больших проблем кривой платформинг баги особенно баги связанные с тем где появляется труп при смерти это вообще очень странно ну да багов полно платформинг левой управление местами кривое остальном все достаточно шикарно игра мне очень понравилось ну и тогда на этом все я надеюсь вам понравилось это прохождение спасибо за просмотр с вами убиваемся пока удастся на субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...